Республиканская библиотека В этом году вышло строительство первого ледового дворца в Карачаево-Черкесии. Меню для школьников, целая наука, питание детей должно быть здоровым и разнообразным. Какие обеды готовят в школе аула Малый Зеленчук. Здравствуйте! В эфире телеканал Россия 24, Карачаево-Черкесия. Сегодня состоялось важное для республики событие. Русгидро ввело в эксплуатацию Красногорские Малые ГЭС. На торжественную церемонию открытия приехали высокие гости из Москвы. Инвестиционный проект реализован в рамках государственной программы по развитию возобновляемой энергетики. Две Малые ГЭС, использующие одну плотину протяженностью 148 и высотой 31 метр, расположены на реке Кубань, ниже действующей Зеленчукской ГЭС ГЭС. Более подробно о церемонии открытия смотрите сегодня в 21.15 в программе «Вести Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия-1». Мэр Черкесска Алексей Баскаев отчитался о том, каким направлением развития региональной столицы было уделено внимание в прошлом году, а также рассказал о планах на ближайшую перспективу. Присутствующий на мероприятии глава республики Рашид Семрезов дал градоначальнику ряд поручений. Подробнее о Артуре МХЦ. Ежегодный отчет руководителя муниципального образования – это не только наиболее полная информация о том, что было выполнено в региональной столице за определенный период. Это и рассказ о том, какие преобразования ожидают город в ближайшее время. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил, что, пожалуй, главным событием 2022-го стали торжества в честь столетия Карачаево-Черкесии. Юбилею было посвящено подавляющее большинство мероприятий и открытие социально значимых объектов. А ведь все это выполнялось, несмотря на вполне понятные трудности, с которыми страна сталкивается в последние годы. Несмотря на все трудности, в том числе санкционную политику в отношении нашей страны в Черкесск, сохранить стабильность во всем важнейшем направлении. Мы продолжили воплощать жизненно-меченые планы по развитию благоустройства города, укрепили доходную базу муниципального бюджета в полном объеме выполнили социальные обязательства и дорого. Градоначальник рассказал о наиболее значимых реализованных в черкесске проектах. Это открытие главной спортивной арены республики футбольного стадиона «Нарт», Центра молодежного инновационного творчества, соборной мечети, одной из крупнейших на Северном Кавказе. Нельзя забывать о продолжении благоустройства дворовых территорий, ремонте автомобильных дорог, создании комфортных условий для отдыха населения в различных микрорайонах города. При этом бюджетом должно быть предусмотрено выполнение всех поставленных задач. Объем поступления в городской бюджет составил 4,586 миллионов рублей. Это стоит 0,2% от прогнозирующихся поступлений. Объем собственных средств доходов бюджета в черкесске в прошлом году вырос более чем на 9% или на 112,5 миллионов рублей. Безвозгласные поступления увеличились на 6,3% или 194 миллиона 300 тысяч рублей. Уделил внимание градоначальник и планам по дальнейшему развитию Черкеска. В 2025 году город отметит 200-летний юбилей. Масштабная подготовка к столь значимому событию предусматривает создание организационного комитета. Указ о его учреждении подписал глава республики Рашид Темрезов. При этом планы вовсе не будут ограничены исключительно торжествами. По словам руководителя региона, данное событие – хорошая возможность сделать Черкесск еще краше, благоустроеннее. Без культива развития руководителя, что будут столько-то, пару дней, и другое, по всему миру, конечно, будет поддерживать. А вот о ремонте инженерной конструктуры, советские могут, инфраструктурные. Но самое главное, мы должны с вами задумать о создании новых высоко квалифицированных задачей. Создание новых предприятий на территории города. В планах развития не только северного микрорайона Черкеска, о чем в последнее время говорилось немало, но и южной части города. Внимание будет уделено возведению спортивных, культурных учреждений, объектов здравоохранения и многого другого. То есть появится все то, без чего невозможно представить создание удобств для населения. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. 18 марта 2023 года президентом Владимиром Путином подписан федеральный закон номер 62, предусматривающий создание правового механизма, при котором граждане России, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. Указанный федеральный закон вступает в силу 17 июня 2023 года. Также напоминаем, что 30 сентября 2022 года подписан указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы. Для всех граждан Российской Федерации, имеющих украинское гражданство, определен механизм определения их не имеющими гражданства Украины. 18 марта 2023 года президентом Российской Федерации подписан федеральный закон номер 62 об определении правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины. Данный нормативно-правовой акт дает возможность гражданам Российской Федерации, которые имеют украинское гражданство, подать заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Это позволит трудоустраиваться гражданам в государственных и муниципальных учреждениях, а также проходить обучение в образовательных учреждениях, которые предполагают доступ к государственной тайне. Данный федеральный закон вступает в силу 17 июня 2023 года. Форма заявления предоставляем вместе с заявлением перечень документов, а также порядок предоставления документов будет определен в Министерстве основных дел Российской Федерации. Согласно положениям федерального закона, граждане Российской Федерации, которые подали заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, не должны будут пользоваться правами граждан Украины и не исполнять обязанности граждан Украины, в том числе не получать и не пользоваться паспортом гражданина Украины. То есть, единственное исключение, когда они используют паспорт для выхода из гражданства Украины, для отказа от украинского гражданства. В случае, если это будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, граждане Российской Федерации будут считаться имеющими гражданство Украины. Повторно подать данное заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет только по истечении 10 лет. Также хочу напомнить, что 30 сентября 2022 года президентом Российской Федерации подписан указ об упрощенном порядке приемов гражданства Российской Федерации иностранными гражданами, заключившими контракт о прохождении воинской службы. Согласно тексту данного документа, иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракт воинской службы в вооруженных силах Российской Федерации, либо других воинских формированиях, на срок не менее одного года и принимавшие участие в боевых действиях не менее 6 месяцев, либо проходившие менее 6 месяцев, но при этом получившие увечья и в связи с чем уволены, в связи с возможностью прохождения дальше воинской службы, имеют право подать заявление на приобретение гражданства в упрощенном порядке. Также данное право предоставляется их супругам, детям, в том числе усыновленным и их родителям. В рамках межрегиональной акции «Равнение на победу» Государственная национальная библиотека Карачева-Черкесии имени Халимат Байрамукова провела патриотический час «Ты хочешь мира? Помни о войне». На мероприятии побывала Олеся Меликаева. Старт акции дала Ставропольская краевая библиотека имени Валентины Следневой. В год 80-летия битвы за Кавказ и 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков по всей стране проводится межрегиональная патриотическая акция «Равнение на победу». Демонстрация единения граждан, привлечение внимания к героям специальной военной операции, преемственность поколений. В первую очередь мы учили стихи, ежегодно мы учим историю отряда своего, обучаем этому своих молодых товарищей. Ощущение к сегодняшнему мероприятию, но в первую очередь гордость. Гордость за наших предков и гордость за то, что нам выпала такая возможность. На мероприятии прочитали стихи, посвященные России, памяти о войне и бережному отношению к ветеранам. Вспомнили и о героических событиях января 1943 года, когда был освобожден город Черкесск от немецко-фашистских захватчиков. Гордо рассказывали о смелости и отваге, проявленных в боях, самоотверженности и доблести, несокрушимой стойкости солдат. Говорили и о работе Совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Проводятся мероприятия, посвященные освобождению, 80-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, ну и города Черкеска тоже. Город Черкесск был освобожден, ну, как бы считается 17 января 1943 года, вот как раз ровно 80 лет назад. Ну, а полностью Кавказ тоже как раз был освобожден в 1943 году. Рассказали о создании и познакомили участников мероприятия с деятельностью поискового отряда «Подвиг», основной целью которого является поиск без вести пропавших защитников Отечества и увековечение их памяти. За 40 лет были найдены всего 26 медальонов, из которых нашлись только 10 родственников. Также рассказали о создании книги памяти, и юные члены отряда прочитали стихи. «Солдатская ложка. И простая солдатская ложка с четкой надписью наискосок. Старшина – это ложка, не рота. Всех ребят ты узнал бы в лицо. Там в горах за свинцовым кольцом на шинелях лишало истежки. Имена неизвестны, но как? С кем из них ты, солдатская ложка, у Моздока бросалась под танк? А потом на трогах Санчара – с кем ты пала в бою за Кавказ. Старшина вспоминает ночами. Кто мне снится? Который из вас?» Завершилось мероприятие исполнением хора студентов колледжа культуры и искусств имени Даурова в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и на полях сражений в Донецкой и Луганских народных республик. Олеся Меликаева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. На финишную прямую вышло строительство уникального для нашего региона спортивного сооружения. Первый и пока еще единственный в Карачаево-Черкесии ледовый дворец по проектному плану должен открыть свои двери до конца текущего года. О том, что уже сделано и над чем еще продолжают работать строители, расскажет Ахмат Халкевич. Строительство ледового дворца в Карачаевске было начато чуть меньше года назад, летом 2022 года. Но за столь короткий срок проделан весьма внушительный объем работ. Сейчас полностью собран каркас сооружений, также практически завершен и монтаж непосредственно самого ледового поля. Теперь строители приступили к возведению стен и перегородок будущего спортивного комплекса. Установка оборудования уже началась определенного. Ну и в дальнейшем идут бетонные работы. Сейчас устанавливаются трубки все и будет установлена именно холодильная установка. Сооружение собой представляет универсальный комплекс, рассчитанный как для тренировок различных секций, так и проведения масштабных соревнований по всем видам ледового спорта. Размеры только самого ледового поля будут составлять 60 метров в длину и 30 в ширину. Жители населения города давно ждали этот объект, где техники наши будут заниматься спортом, развлекательным видом спорта и надеемся и на результаты, конечно. Сам комплекс, площадка ледовая площадка, она универсальная. Любые виды спорта зимнего характера могут применяться в данном спортзале. Как говорят представители подрядной организации, ледовый дворец в Карачаевске по плану должен открыть свои двери до конца текущего года. Ахмад Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Горячие завтраки и обеды в школах. Каковы критерии здоровой пищи, что входит в меню для детей и как, собственно, его составляют, узнавала Фатима Таурова. Меню для школьников – целая наука. Питание детей должно быть здоровым, разнообразным, свежим и насыщенным необходимыми для растущего организма витаминами. Специалисты рекомендуют придерживаться примерного меню, которое просчитано по калорийности и по содержанию жиров, белков, углеводов и витаминов. Есть в нем компоненты, которые заменены с учетом региональных особенностей. Например, вместо рекомендованной оленины, которая будет на столах школьников Крайнего Севера, говядина и мясо птицы. Школьное меню может быть единым целым для всего района или свое в каждой школе, но согласование с Роспотребнадзором обязательное. Если сравнить за последние два года, что поменялось? Поменялось то, что по указу президента Российской Федерации горячее питание было введено с 1 сентября 2021 года. И вот начиная с этого времени, учащиеся начальник классов, это с 1 по 4 класс, получают бесплатное горячее питание, которое составляется по 10-дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором. Дети получают обед, полноценный обед, то есть горячее первое, второе, третье. Детям нравится. Обед для ребятишек младших классов школы аула «Малый Зеленчук» выглядит как торжественное событие. Дети заходят парами в обеденный зал в сопровождении учителя или воспитателя, занимаются ими места и принимаются за еду. На первое подан красный борщ, на второе – куриная котлета с гарниром из гречневой крупы. Витаминный салатик из свеклы завершают вкусную и полезную композицию. По словам главного повара школьной столовой Фатимы Шаковой, дети часто просят добавки. «Капустный салат очень хорошо едят. И морковный тоже. Хорошо они едят. Салаты хорошо едят. Из всего приготовленного они любят котлеты из говяжьи. Говяжьи котлеты любят. Котлеты любят. Куриные котлеты тоже любят. И хорошо едят наши дети, слава богу. Компот из сухофруктов очень любят. Компоты они пьют хорошо. Чай с лимоном. Есть дети, которые пьют добавки. Наш обед проходит так. Мы приходим в столовую, моем руки, вытираем руки, садимся за стол, кушаем. Почему ручки обязательно нужно мыть? Ну, чтобы не было бактерий, чтобы живот потом не болел. А как вас кормят? Очень хорошо, вкусно. Мне очень все нравится. А что именно нравится из блюда? Мне больше всего нравится куриная котлета, пюре, морковный салат нравится, чай. С меню для школьников можно ознакомиться на тематических стендах. В питании для детей по-прежнему запрещены сырокопченые колбасы, уксус, маринованные продукты, различные пирожные с кремом. Этот список продолжают разные соусы и все продукты, которые содержат трансжиры. Здоровое питание – основополагающий принцип работ школьных столовых. Фатима Даурова, Олег Молхожий, Вести, Карачаево, Черкесия. В Москве прошла презентация книги известного ногайского писателя Иссы Капаева. Также ряд его произведений были опубликованы в одном из самых престижных журналов России «Роман-газете». Об этих и других важных событиях в своей творческой жизни Исасу Юнович рассказал Белли Джозаевой. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.